Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение трудных мест Священного Писания. И сегодня мы будем отвечать на вопрос, для чего Рахиль похитила из дома своего отца Лавана его идолов. В Священном Писании в книге Бытия рассказывается о том, как поспешно Яков убегал из дома Лавана. Но все-таки догнал Лаван Якова, Яков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаат. И в 31 главе рассказывается о том, как Лаван, нагнав Якова, выговаривает ему, в том числе и за то, что из его дома пропали идолы, хотя Лаван точно не знает, кто их похитил. И мы читаем с 30 стиха и ниже то, что выговаривает Лаван Якову. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Яков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Яков не знал, что Рахиль украла их. «И ходил Лаван в шатер Якова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло, и села на них, и обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да, не прогневается господин мой, что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенная женская, и он искал, но не нашел идолов». Здесь мы видим, что Яков не в курсе, что Рахиль, его жена, украла идолов своего отца. И он произносит слова, которыми он, собственно говоря, проклинает Рахиль. «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». В действительности слово «не воробей», оно просто так не вылетает. И, вольно или нет, Яков приговорил свою жену к смерти. Когда сказал при родственниках, что у кого найдешь, тот не будет жив. И в 35 главе книги «Бытия», 19 стих, рассказывается о том, как Рахиль умирает во время родов, во время путешествия семейства между Иерусалимом и Вифлеемом. Но для чего Рахиль украла этих идолов? Есть несколько объяснений. Одно объяснение. Она еще не вполне стала верующей в единого Бога. И она опасается, что боги ее отца, идолы, подскажут отцу, в каком направлении убежал Иаков со своим семейством. Но есть другое объяснение, оно мне представляется более правильным. Она не смогла обратить своего отца Лавана в единобожие. Этого не смог сделать и ее муж, патриарх Яков. Тогда она решила украсть объект поклонения Лавана, вот этих башков. Идолов было немного. Она смогла их положить под седло, на которое и села. И здесь мы видим, что она не почитает этих идолов, иначе бы она не села бы на них. Поэтому второе объяснение мне представляется более правильным. В Слове Господнем сказано, книга Исход, 20 глава, 3 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». Что значит «да не будет у тебя»? Имеется в виду, в твоем доме, в твоей жизни, чтобы ничего такого не было бы. И далее говорится, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. «Не поклоняйся им, а не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня». Идолопоклонство – это страшное преступление. Потому что идол есть все, что может стоять между нами и самим Богом. Иногда идолом может оказаться что-то другое, кроме, собственно говоря, изображений ложных богов. Для кого-то идол – это его деньги, для кого-то это его работа, для кого-то это спорт, для кого-то это секс, для кого-то идол – это безудержная нажива, евро, доллары. Когда крестилась Русь, князь Владимир начал очищать пространство нашей земли от идолопоклонства. Но язычество пускает глубоко свои корни, и языческие представления проникли в христианский мир, особенно когда происходит легализация церкви в античном мире сначала во времена императора Константина, а потом и императора Феодосия. И мы всегда должны бороться с идолопоклонством своей собственной жизни. Христос не хочет, чтобы даже какие-то закваски обнаруживались бы в нашей жизни. Он предупреждает о трех заквасках. Берегитесь закваски фарисейской. Фарисеи – это были консерваторы-традиционалисты. Но иногда консерваторы-традиционалисты ведут себя так, например, в наше время. Они говорят о пришествии Антихриста. Они говорят о печатях Антихриста. Они совершенно перестают говорить и думать о пришествии Христовом, о печатях Божьих, как их надо сохранять в своей жизни. Это дух трусливого пресмыкания перед силами зла. Напуганные, несчастные. Они всех и все обвиняют в том, что это причастно духу Антихристу. Саддукеи, закваска саддукейская. Саддукеи были модернисты. Они не верили в ангелов, не верили в бесов. У них, собственно говоря, не было нормальной теологии. Все понятия были размыты. Как и в наше время модернисты могут доходить до крайнего забвения. Например, в Голландии в свое время был написан голландский катехизис тамошних католиков. И они отрицали уже само существование Христа. И это, конечно, очень печально. И закваска Иродова, вот она наиболее близка к духу язычества. Ирод был мод, кутила, прожигатель жизни. И вот дух язычества, он входит через эту закваску. Христос предупреждает именно апостолов беречься этого, этого и этого. Значит, он знал, что эти закваски в той или иной степени, они проникнут и в христианский мир, в созданную им церковь. И нам надо очищать свое сознание от любых таких крайностей. Итак, разрешая этот вопрос, мы остановимся на мысли, что Рахиль украла идолов своего отца Лавана с целью, чтобы не было у него этих объектов поклонения хотя бы какое-то время. После ее смерти, этих идолов, их закопали под деревом. Кстати, израильские археологи до сих пор пытаются обнаружить это место, потому что какие-то приметы были оставлены, где могло находиться это дерево. Итак, мы ответили на этот вопрос, попытались разрешить это недоумение, зачем Рахиль, праматерь Господа Иисуса Христа, похитила идолов из дома Лавана. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет. Берегите себя. С Богом! С Богом!